Комплексные соединения. Комплексные соединения это соединение достаточно сложной структуры, которая сохраняется и в растворе, и в кристаллическом состоянии. Рассмотрим в качестве примера вот такое комплексное соединение. Называется оно хлорид хлоропентаамин кобальта. Любое комплексное соединение содержит центральный атом или ион-комплексообразователь. Чаще всего это ион металла, D или F элемента, потому что у этих металлов есть свободные орбитали, которые он предоставляет как акцептор электронных пар. Леганды или аденды – это частицы, определенным образом расположенные вокруг центрального атома или координированные вокруг центрального атома. В нашем примере легандами являются 5 молекул аммиака и 1 ион хлора. Эти леганды монодентантные, потому что каждый из них образует только одну связь с центральным атомом. Число связей, которые центральный атом образует с легандами, называется координационным числом центрального атома. В данном случае координационное число кобальта равно 6, так как он образует 6 связей. Центральный атом вместе с легандами образует внутреннюю координационную сферу или, собственно говоря, комплексную частицу. Комплексная частица может быть нейтральной или заряженной, как в данном случае. Заряд комплексной частицы или комплексного иона определяется как алгебраическая сумма зарядов центрального атома и легандов. В нашем случае заряд кобальта равен 3+, заряд хлора минус 1 и суммарно заряд комплексной частицы составляет плюс 2, то есть это комплексный катион. Ионы внешней координационной сферы не связаны непосредственно с центральным атомом. С комплексной частицей они связаны электростатическими силами. Таким образом, если у вас стоит задание описать строение комплексного соединения, вы должны будете указать центральный атом, не забудьте указать заряд иона комплекса образователя, его координационное число, перечислить леганды и обозначить внутреннюю и внешнюю координационные сферы. Комплексные соединения могут быть классифицированы по нескольким принципам. Один из них по принадлежности к определенному классу соединений. Если во внешней координационной сфере находятся ионы водорода, это будут комплексные кислоты. Если гидроксид ионы, комплексные основания, и комплексные соли содержат во внешней сфере либо катионы металла, либо анионы кислотного остатка. Другая классификация по природе легандов. Аквакомплексы содержат в качестве легандов молекулы воды, аминокомплексы молекулы аммиака, гидроксокомплексы содержат гидроксид ионы в качестве легандов. Кроме того, существует множество других типов комплексных соединений. Еще одна классификация по заряду комплексного иона. Если он положительно заряжен, это катионный комплекс, отрицательно заряжен анионный комплекс, и нейтральные комплексы не имеют заряда и, соответственно, не имеют внешней координационной сферы. Номенклатура комплексных соединений. Для указания числа легандов используются греческие числительные моно, ди, тетра и т.д. В таблице приведены названия наиболее часто встречающихся легандов. И ниже – примеры комплексных соединений и их названия. Обратите внимание, после указания центрального атома в скобках римскими цифрами обозначена степень его окисления. И ещё обратите внимание, что если комплексное соединение содержит комплексный анион, в этом случае используется латинское название для центрального атома. Например, гексоцианоферрат калия. Если же комплексный катион, тогда русское название – хлорид диамин серебра. Соединения, комплексные соединения, имеющие внешнюю координационную сферу, являются сильными электролитами. Первичная диссоциация протекает практически полностью. В результате первичной диссоциации образуются комплексный ион и ионы внешней координационной сферы. Сама же комплексная частица является слабым электролитом и диссоциирует лишь в небольшой степени. В данном примере вы видите первичную и вторичную диссоциацию хлорида диамин серебра. Обратите внимание, для вторичной диссоциации мы используем взаимообратные стрелки, показывая, что эта диссоциация идёт по типу слабого электролита. Поэтому вторичная диссоциация находится в состоянии равновесия и, значит, может быть описана законом действующих масс. Согласно закону действующих масс мы можем записать константу равновесия вторичной диссоциации. Для комплексных соединений она называется константой нестойкости. Константа нестойкости является характеристикой того, насколько устойчива комплексная частица. Чем меньше величина константы нестойкости, тем устойчивее комплексная частица. Сравнивать можно только комплексные ионы, имеющие одинаковые строения. Например, в приведённом ряду соединений вы видите комплексное соединение серебра с координационным числом 2. В этом случае мы можем сравнить устойчивость этих соединений. Самым устойчивым является цианокомплекс, у которого константа нестойкости 10-21 степени. Самым нестойким является соединение с константой нестойкости 10-3 степени. Константа устойчивости – это величина обратная к константе нестойкости. Она тоже достаточно часто используется для характеристики комплексных соединений. Хелаты – это класс комплексных соединений, в которых присутствуют полидентантные леганды. То есть леганды, каждый из которых может образовывать две или более связи с центральным атомом. Происходит это название от слова «клешня» – клешневидные комплексы. Здесь вы можете увидеть примеры таких комплексов. Получается, леганд как бы клешнями держит центральный атом, и при этом образуются циклические структуры. В данном примере и никель, и медь имеют координационное число 4, и в обоих случаях органические леганды являются бидентантными, так как каждый из них образует две связи с центральным атомом. Очень много соединений хелатного типа присутствуют в живых организмах. Это и гемоглобин, гемгемоглобина, это хлорофилл в растениях, и множество ферментов, которые также являются комплексными соединениями. Давайте посмотрим их строение на схемах. Гемоглобина центральным атомом является железо в степени окисления 2+. Вы видите, в этой структуре оно образует 4 связи с атомами азота. Хлорофилл с ионом магния в качестве центрального атома. Витамин В12, в котором комплексообразователем является ион кобальта. И различные металлоферменты, в которых центральными атомами комплексообразователями могут быть ионы цинка, меди, марганца, магния, железа и многие другие. Хилатотерапия – это отдельное направление медицины, которое использует комплексное соединение. Соединения, используемые в хилатотерапии, должны отвечать следующим требованиям. Прежде всего, они должны очень прочно связывать токсичные ионы, которые должны быть выведены из организма. С другой стороны, они должны образовывать менее прочные соединения с атомами металлов, которые необходимы нашему организму. Кроме того, эти соединения должны образовывать достаточно безопасные комплексы, которые должны быть легко выводимы из организма. Примеры препаратов, которые используются в хилатотерапии, это унитиол, субцимер, пенициламин и другие. Классическим примером комплексных соединений, которые используются широко при лечении онкологических заболеваний, является цисплатин или цисдиаминдихлороплатина. Это соединение образует достаточно прочные структуры с элементами пуриновых и пирамидиновых оснований из ДНК. Схема этой реакции приведена здесь. Почему эта реакция успешно используется? Потому что расстояние между азотистыми основаниями ДНК приблизительно соответствует расстоянию между аминолегандами ватины. На этой схеме более иллюстративно изображена работа цисплатина в организме. Цисплатин – это соединение очень токсичное, имеющее множество побочных действий. Поэтому разрабатываются его заменители или препараты, имеющие аналогичные свойства. Например, оксалиплатин, карбоплатин. Но тем не менее соединение, которое полностью устраивало бы медиков, еще не создано.